Итак, друзья, третья решающая карта Кто же победит, ТНС или Фнатик, узнаем в ближайшее время Драфт уже на ваших экранах И они практически подошли к концу Котл, Underlord, Шейкер, Морфинг у ТНС Таск, Эммер, Спирит лечит Джиггернауту, Фнатик Ну, интересные, конечно, герои Собственно, здесь появляются Джиггернауты Мы видим, на самом деле, все чаще и чаще Посмотрим, насколько хорош он будет в этой игре И в чем, собственно, его смысл Смысл, наверное, все-таки в комбинации с лечом в первую очередь Таким образом, у нас Эммер, Спирит идет на мид И его могут подзакрыть Хотя, знаешь, я вообще-то видел и Эммер, Спиритов на позицию 3 Совершенно недавно Так что, это может быть игра тоже не исключение Мы уже видели оффлайн Шедоу Финда И я не удивлюсь вообще оффлайн Эммер, Спириту Надеюсь, нет, надеюсь, мы видим что-то стандартное, рабочее Ты предлагал Кентавра на прошлой карте А где Кентавр у нас? Где Кентавр? Кентавр куда-то пропал Так какие вопросы? Надо пик Кентавра? Есть Туск в пике, можно какого-то такого... Вот, вот, Даззла, Даззла, я хотел сказать Даззл для Фнатик Можно было бы взять Ну, если Даззл забанен, то какого-нибудь Вивера тогда Который тоже, кстати говоря, Спирит Весель может зарашить Так, на центр надо что-то придумать Морф, скорее всего, налегко отправится У Фнатик пока не так много контроля на центр против Эмбера Может быть, какой-то Войт Спирит Скипперов за лайтом, конечно, Бристлбэк мог оказаться на позиции, легкой на позиции Митова Предусмотрительно подбанили Фнатики, все правильно Да и на Бристлбэка здесь не было бы особо урона По крайней мере, то, что мы видим сейчас, урона было бы маловато Ну, мы поглядем, да, будут ли Фнатик дальше экспериментировать Или уже мы увидим Ну, Кентавров это стандартный герой под Тусково У тебя много контроля получается Это и Марс, может быть, снова Почему, не удивлюсь вообще Драгон Найт Вот прям стандарт-стандарт Толстый герой Появляется пуш-потенциал Он, в общем-то, и до этого был Тот же Морфлинг неплохо работает Морфлинг, тем более, здесь Вполне вероятно, мы и Агоним можем увидеть Драгонайт, это просто Тут, конечно, танков много И Андерлор толстый, и Драгон Найт толстый Да, в общем-то, и Морфлинг, знаете, уже на высоких уровнях Тоже попробуй его убей Если нет бесконечного контроля Либо какого-то Сайланса мощного Много времени у Фнатик подумать Тимбер есть? Нет, Тимбера нет Тимбера сам и Фнатик Тимбер здесь был бы слишком хорош, да? Тимбер всегда хорош Про него всегда вспоминаешь Когда драфт идет В этом патче Давай пока коэффициенты на этот матч От наших друзей из париматча посмотрим Что там вообще изменилось После вот такой вот второй карты Ну, вот это похоже на правду После предыдущей игры Тинси показали И мне вот пока пик Тинси Ну, нравится Нравится этот Морф Шейкер Нравится этот Андерлорд Да, стартка неплохая, согласен Мне тоже пока чуть больше нравится Что Тинси напикали Но сейчас Фнатик свое решение представит нам И уже будет более-менее понятно Может сейчас какой-нибудь внезапный Магнус На харду и бафы Эмберу Джиггернауту раздавать будет Или Дум какой-то, знаешь, ну что-то Не знаю Что-то необычное я просто пытаюсь придумать Знаю, Фнатик Фнатики напомню, что до этого матча проиграли только на одной карте Вот уже и вторая карта подъехала для них Которую они не смогли обыграть противника Ну и Фнатики без поражений На всем турнире идут Дарксир Любишь ты Форосову или нет Ну, будет Дарксир на этой карте Вот Айсайсайс вместе с Диджием Я надеюсь, просто Фнатик сейчас грамотно сыграет с этим Дарксиром Просто каждый раз, что мы видим Ну, вообще вспомни Вспомни, вот кто играл у нас С Т1 играли Дарксиром много, так? Они брали Дарксира там на второй пик Получали в лицо антимага, алхимика какого-то И... и все Как бы Дарксир ничего не мог сделать В такой ситуации Здесь Фнатик забирает Дарксира ласт пиком вообще Ласт пиком И он, получается, придет на линию к морфу Котлу На дайер стороне вместе с Туском Что можно сделать? Там как-то крипов повыводить Что-то там волны постакать Придумать Вот, и потом на третьих уровнях попытаться уже даже убивать Ну, или у Туска на втором уровне уже можно будет попытаться убивать Когда у него шарды появятся Вот, там закрыть как-то котла Напихать ему там под щитами под тактимом И сделать ФБ, допустим Ну, или просто там постоять, покачаться А так Дарксир весьма неплохой герой По тем простым причинам, что первое Он делает довольно мощную иллюзию с морфлинга С ДК тоже, по-моему, иллюзия не слабая Появляется вот когда он форму принимает Если ты, типа, ловишь его в стенку Тоже довольно мощный такой баф Даешь своей команде И, конечно же, суржи и щиты для джиггернаута В принципе, тоже это очень важно понимать Что под щитами на ранних стадиях Если фнатики будут играть крайне активно Драться им будет намного комфортней В общем, поглядим Главное слишком... С другой стороны, я смотрю на этого морфа Я понимаю, что он реально здесь может купить аганим Накачает он себе там три слота Представим, купит блэкинг бар, например И будет шейкер превращаться И что в таком случае? То есть, каким образом фнатики будут убивать? Я вот пока не совсем это понимаю Вот этого морфа И это еще не просто морф Это будет морф под бафами андерлорда Под пайпом, под грифсами Может быть, что-то еще там придумают Кипи Там лотусы какие-то будут куплены Ну, ладно Надо смотреть ДК у нас отправляется на легкую линию Таким образом, получается, что для Дарксира задача немножечко облегчается На мой взгляд То есть, против ДК стоять на лайне он вполне может Морф его просто перекайшивает очень сильно И при этом особо урона не получает Потому что он хоть сколько-то, но рейнджовый персонаж А ДК он милишник И если он там слишком сильно будет борзеть Уже там на третьем уровне Дарксир Может быть, как-то под щитами его может прохарасить серьезно Так, морф на рун контроле совершенно бесполезный персонаж Могут попытаться Фнатик это использовать И где-то там, может быть, побольше рун забрать Но учитывая, что морф на миде, он вообще на блок крипов остается Да, такое ощущение, что готовы Тинси слева еще и подраться Посмотри Ну, тут лич оказывается в такой позиции Если пошел бы на руну бы, то, конечно, тут его приняли А так, то есть Шейхер встречается с ним Пару ударов сделали, да И по рунам равенства Марч быстро уходит Телепорт сейчас появится И надо будет управляться к Драгоннайту Драгоннайту идти У Джиггернаута крайне нестандартный предмет для этого героя Сейчас посмотрим, как это будет работать Ну, там под Фрост Шилдом должно быть просто дичайшее замедление Еще и под Веномом А по идее, если ты нажимаешь Блэйд Фьюри и Райт Клик на героя, то ты ж, типа, накладываешь дебаф от Венома, правильно я понимаю? Конечно, конечно Окей Не добил Клипочка, ай-яй-яй-яй Маловато регену кипи, я вам скажу Он как-то... Где реген-то? Он что-то довезет себе, видимо, сейчас Да, да, там три танка в Курьере В Курьере танка он себе купил Просто, видимо, в приоритете было там и перчатку, и топорик взять И с баунтеру реген едет Ну, потому что, видите, два танка уже улетело И, в общем-то, по кулдауну Блэйд Фьюри можно идти Не говоря уж про Лича Лич это... Ну, ты приходишь на сложные линии, видишь Лича И понимаешь, что когда у него шесть манга Что линия не будет простой Просто спам, 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 спам Там еще одно манга уничтожает Тимс И он так случайно Вот сколько раз мы уже видим, сколько времени прошло И по-прежнему игроки неохотно контролируют Курьера Зная, что Тимс, он будет отводить крипов Он будет идти забирать эту пачку с ботинком И вот, собственно, пачка к Тимсу без проблем идет Сейчас кейпи тут очень много подфармит Вместе с Шейкером на пару Морфлинг на центре все прекрасно У Эмбера все плохо Наверное, неправильно, да, говорить на второй минуте, что у Эмбера все плохо Он мид проиграл, нет Но сам факт, что у Морфа в данный момент никаких проблем Крипов он всех добивает Стоит на ловкости Урона какое-то неадекватное количество Эмберу надо немножко по уровню подкачаться Тогда, может быть, Морфу сможет что-то делать Пока Морф имеет право стоять на 420 хп И не бояться, что его убьют Да, и всех крипов динаить И добивать Всех крипов тоже Джабс заходит за вышку Как минимум получает экспу здесь Это самое главное, чтобы вот эта пачка умерла И ты получил экспу за нее Добирает там на транквилы шейкер Артефакты Пока не совсем понятно, в чем смысл этого Венома Ибо Андерлорда не пытаются особо убить Из него выбили реген Из хороших, из приятных новостей Но линия стоит очень некомфортно В данной ситуации Тим сейчас еще и помешает этой пачке Уйти на нейтралов И тут По джаггернауту не попадает шейкер По лечу попадает Но плохо его дизейблит Там Варшторм почти не продамажил его Да, СССР сделает то, что делает Дарксир часто Набрал уровень И под регеном уходит фармить за тавером Тавером, конечно, никто не мешает Что по спауном? Спаун, как понимают, узком блочится искусственно Своим, собственно, телом И отвезти крипов Гэби никуда не может Но ничего, это Драгонайт Знаете, этот герой Да, он не будет получать дополнительный фарм Но при этом Ему стоять под тавером С пассивкой в два Вообще не проблема И в крипах можно стоять Он не умрет Драгонайт Мидас Квикбай Ого Это какой год вообще? Надо календарь посмотреть Когда-то покупали Когда-то покупали Тут получает от Марша Айс 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 Монолик Очень неприятную способность Но урона не следует За этим Моноликом Поэтому Айс 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 просто встал И маны вообще не потерял Сейчас приедет к нему Солринг У него еще 4 манга, кстати говоря Любопытно Конечно, любопытненько Еще берет танго Побольше регена Не уворачивается, к сожалению Для него от Эллюминейта Котла Получает довольно значительное количество урона И не помешало бы здесь иметь Тузка Который как-то подзонил бы этого котла И мешал бы ему харасить Айс Айс Айса А то пока получается, что Так, вот, щиточек повесили Диджей Диджей Протанковывает пачку Как может Ох, еще и рейджа добили Мразикрипы вот эти вот Как их называют? Ну, у Айс Айса Айса хотя бы 4 манга, как ты сказал И не забываем, что реген идет Там и без танго реген высокий Там около 7 было Сбиваю, смотрите Слушай, его заперли Так его заперли Уходит, крипа убил в итоге Ну ладно, Драгонайт в это время фармит Ребят, Драгонайт фармит Драгонайт, как понимаешь, крипов и отводит И у Гэби 37 на 1 Это будет мега-быстрый Мидас Он реально быстро Учитывая, что Мидас сейчас стоит еще очень много Я помню, времена Сколько рецепт стоил? 1400? 1350 Сейчас 1850 за рецепт отдаешь Да Сумасшно Какие-то просто Элифиляция Не только в мире, но и в доте происходит Но он при этом все равно его быстро купит Учитывая эту линию Вот снова игра, да, Форст уже какая Мы видим Дарксира, который получает свое Но керри противника получает вообще все Вообще Опыта, миллиард, денег просто еще больше Поглядим, конечно, как все это закончится Ну, это хорошо, что ДК столько получает, понимаешь То есть, если будь это какой-нибудь антимаг Там или, не знаю, Террарблейд Ну, хотя Террарблейдом против Дарксира, конечно, не очень приятно играть Кейпи Это, кстати, Ферсблад должен быть Да, есть Блэйд Кьюри Работает здесь Орбхвеном И без шансов для Кейпи Не мог он здесь вообще никак спасти Ставить с Хилингвард Любопытен билд Сэвэджа в этой игре Что он будет приобретать Пока поставил БФ То есть, в планах просто качаться Мидас на пятой минуте Это даже по старым меркам нереально быстрый Мидас То есть, когда еще рецепт очень дешево стоил, знаешь А тут еще с дорогим рецептом Мне кажется, это новый рекорд такой в этом патче Как раз вот будет Если Мидаса начнут потихоньку приобретать Все эти Мидасы будут приравниваться Ну, не приравниваться, а сравниваться с этим Мидасом Который купил Гэби на 5.50 Ой, только не потерять Как опасно было сейчас Благо Курьер уже летающий Да, потерять было бы нереально плохо На топе Джиггернаут Задавил глубоко Забыл товарищ Не было у него маны, понимаешь? Можно понять, когда есть мана на Блэйд Телепорт Тогда можно вот так вот наглеть Так он там даже никого не прохарасил Там Шейкер фуловый Андерлорд фуловый Че он там забыл? Я чуть не понял Я следил за Курьером Возможно Возможно там была использована фласка Я уж не знаю Транкфилу у Шейкера Ну да, фак в том, что Джиггернаут умирает Андерлорд хоть и умер Но не забывайте, на него три героя вышли И кейп, если что, чуть тускат в том моменте не убил Так что Ну я не знаю, не знаю Мне пока Со стороны Фанатик не нравится, что происходит Армелл, фрифарм Если что, посмотрите Сейчас уже давайте выводы делать Центр проигран Эмбер 29 У Морфлинга 47 на 18 Снизу пытаются убить Драгонайта Драгонайт Гэпи Больно, очень больно Все-таки Блэдфюри шарик Ну это за контри тяжело Приходит Армелл сюда Пошел Омнислэш Омнислэш удачен Невероятно для Сэведжа Сэведж непонятно, сможет ли уйти Вейфорум есть Сэведж прячется Ты представляешь, насколько вообще Котлу не повезло в этой ситуации Просто если бы Омнислэш остался на Шейкере Шейкер бы выжил бы еще при этом И Джиггернаута была бы возможность, наверное, добить Потому что Котл дал бы там какой-нибудь Блэндин Лайт Ману бы там подзалил там Фессуру, может быть, бы скинули Ну, короче, все могло получиться нормально Но Омнислэш просто перераспределился на Котла Каким-то вообще невероятным образом Так Блэдфюри пытается спастись У Армелла нет еще ультимейта Чтобы превратиться в этого Джиггернаута И там в ответ как-то Блэдфюри скастить Поменялись людьми по итогу Морф оказывается на Лех и Драгонайт Ох, регенерация тут для Муна Притом он успел проверить руну, что там ничего нет И в итоге забирает реген Перемещение на топу Кипи проблемы Кипи... Телепорт нажать? Есть телепорт? Ну нет, тут не нажать Там шарики слишком душат Даже на Личе шарик висит, представляете? Мун делает важный фраг Немножко по золоту апается Находит еще и стаки И с Дарксиром вместе их профармит Ладно Небольшой микромомент И Фнатики держатся Я прочитал Лапату еще находят Недавно какую-то новость На одном из киберспортивных сайтов Где Себ говорил о том, что Сейчас команды, мол, мотивированы делать фраги Вот из-за этого патча Но вот я смотрю на эту ситуацию Из-за жирнейшего андерлорда Фнатик получает 169 золота для Эмир Спирита Там, наверное, еще какие-то денежки получили саппорты Ну пусть будет 200, да? Да, 200 200 это даже меньше, чем пачка крипов на миде Я лучше что-то в стакну, получается И потом проформлю О чем и речь Ну, может, конечно Тут в другом смысл И мы пока до конца не понимаем Как на самом деле патч будет Там же еще сейчас героев должны поменять, понимаешь? Но мы ждем Я думаю, ESL закончится Вот, и тогда Может быть, даже сегодня Видим глобальный патч героями Может быть По крайней мере, подкорректирует немножечко Так, 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 так Хорошая оказалась Хорошо Хватит ли урона? Туск есть Снова нажать не успевает Дарксир и Сурж в кулдауне Он кинул его на Эмбера Эмбер пытается Зарезать Шейкера Тимс Фисты зарезали Там погоня продолжается Да, от Армала Айс 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 Погибает Превратился Армал просто в Дарксира И Сурж, видимо, на себя закинул Вот тебе и Враг 2 в 1 Дарксир умирает впервые За игру Может быть, все-таки Под это Подредактируют Эту вот механику С камбэками Вернут хотя бы ее отчасти Потому что Сейчас вот очень мало золота За стрики я имею ввиду Чтобы не на 50% Они были срезаны А ну хотя бы 25% Ну просто, блин 50% это реально много В Альфе решили просто Рубить с плеча Обычно же как-то так, знаешь Чуть понемножку Начинают эти изменения вводить Здесь там немножечко подкрутили Тут чуть-чуть Подубавили Здесь чуть-чуть бафнули И в итоге там Все это выливается В конце в то, что Ну, ситуация Мета меняется полностью А тут прям Бах! На 50% все стрики срезали И награду там за крипов Тоже еще вроде как Ну, в общем-то, в принципе За баунтируны Или Не, за баунтируны, по-моему, не трогали Там за крипов, по-моему, сделали Чуть меньше наград Чуть-то типа того Уже не особо помню Ну, самое главное, конечно То, что за стрики Ты теперь намного меньше получаешь Ну, и не забываем про атрибуты Которые дают Дополнительное сопротивление к магии И усиление магии Тоже такой Мы об этом мало Говорю Тут на центре массовая драка На гейбе напали Убили Пять героев Очень быстро драконай закончился Хоть он и с брейсером, и с ПТ И 1500 хп у него Но пять героев Пять героев слишком много И от Эмбера было Так, Андерлорд прилетает на мид Вело Висп пока отсутствует У Кипера Взлайта по-прежнему Без ультимейта тяжеловато Ультимейт Кипера Взлайта невероятен Но его нет Ставится Пит Башню сохраняет на какое-то время Сноубо пошел Врывает и диджи Панч Удар по тэк-тимам С фейзами С Блайкстоуном Это было очень больно Пит в кулдауне Тим с фиссура Три секунды И... Ну, должны убивать Оху-ху-ху Какие шарды Ой, хорош Еще и в Волов реплика ставится Появляется не самая лучшая иллюзия Андерлорд Ничего страшного нет Но теперь иллюзия еще и морфинга Арбл прокатился Гейби Опа Вторая смерть за минуту Из плюсов он медас нажал все на самом деле вторая смерть за минуту на кэрри драгонайте с очень высоким уровнем задача выполнена я считаю вот по поводу иллюзии андерлорда она же кстати ауру дает я бы не был так категоричен к ней там для какого-то морфа это же прям страшно у него статов много джаггер играет очень нагло посмотри вообще где качается да мне нравится стиль savage на этой карте он притом везде он реально он не стесняется нажать на пятый телепорт при темнистом помочь вообще без проблем и пока ну может быть по крипста туда немножко проседает за счет вот этих перемещений да я вижу 71 крип у него этого ну это не очень много на джаггер на учитывая что он еще и какие-то стаки может блейдом фармить очень быстро если мы не говорим про эншитов с эншитами там потяжелее ему отправляться пока у морфа 101 крип 25 д най будет пушка пока никаких аганимов армал тут по дороге аванпост забирает в общем да потом саппортов сюда придется стянуть рано или поздно будут выражены прийти туск медальон фейзи мне нравится диджи мне нравится диджи вообще в этой серии хоть и предыдущую карту проиграл он на своем панго но но он там по моему на прошлой карте он был у своей командой mvp да потому что если бы не диджи игра бы просто закончилась пораньше бы и вот этого варианта камбэка бы не было вилу висп на дидже диджею под медаль нормально сейчас слушаю тут стеночка пошла так чайник полетел и чайник летает просто идеально присасываю джаб уже урона конечно не хватало драганать слишком много брони нет ни эмбер и джаггернауты которые могут урон носить но это минус 2 и в общем туск вот это все сделал ворвался и кто-то скажет там стенка но и вилу висп потратили кулдауном то еще 90 секунд это стенка это такая способность как на которую ты не особо рассчитываешь на такой минуте если честно то есть и стенку в юзаешь вообще при любой его возможности где только можно видишь там фраг на пятерке можешь нажать стенку чисто для того чтобы его хотя бы замедлить вражескую пятерку саппорта поэтому это не знаю очень выгодный размер для фнатик они же двух героев забрали и при этом как ты верно отметил виллу виспа там потратили у виллу виспа кд намного больше там 120 секунд у стенки 100 секунд ладно не намного больше но чуть-чуть побольше там еще один фраг у нас забирают шейкера айс 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 убивает щитком но тут диджей опять ворвался ворвался борт можно разве можно так сказать ворвался под суржом и под медалькой под валрус панчем шлепнул шейкером диджей сноубол армел есть телепорт не диджей понимать что здесь это тебе не киперов за лайт там и гост и морфлинга если вдруг пойдет прям совсем не по плану есть 4 11 у тнс и преимущество в 1000 золота им клоу выпадает класс салон юзы целых шалю проведу салон для 25 добавили возможность ну картер лаэф у него есть у нас там нет 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 погоди подметрил хаммером еще надо я подумал что у него там сразу да я посмотрел на его стоящие увидел что он не стаж это кикбай у него там типа санченко ой думаю что все уже за 15 минут бф сфармил типа тайминг пятнадцатая минута бф это не то чтобы прям супер много и супер быстро но с учетом того насколько много сэвэдж вообще бегал по карте и насколько мало времени он делял фарму как таковому относительно других там кэри персонажа обычный было бы похвально на 15 минуте купить бф но все-таки глаза открылись и бф то у него еще не а сейчас он еще вынужден будет пару крипов добить потом закупиться потом принести то есть где-то 17 минута наверное ну про юзай талон все окупил бф тащит себе горит горит форс да я просто знаешь иногда то тоже вот приходится играть на кэри я хоть очень плохой игрок на кэри но периодически это приходится делать я такой думаю блин вот тут типа террар блэйдом иллюзию не домикрил мог типа там вывести между вышками там пару крипов забрать или там блин вот здесь тут крипочка пропустил блин плохо конечно мог бы там быстрее по тэду купить сейчас бы хардера типа подзонил по пожестче а тут просто сэвэдж берет эталон не юну заэт на эншентов ладно главное что у него в целом все хорошо и команда кажется игру не теряет мы дождались драку по моему на да сейчас будет смолки ребята из команды фнатик шейкер надо успеть забрать успел забрать грубоу но уйти отсюда не получится бесполезно гробой у эмбера кстати говоря которого цену помогает ты имеешь больше магического урона дает ну для эмбера слушает нормальный дебаф да я не спорю я не спорю но даже если бы его отдали бы фнатики то или погоди это фнатики нашли же да и гроба должен быть у тех и у других если я правильно понимаю да и так и есть так и есть я просто подумал что отдали рейкер успел забрать он уже переложил атака на морфлинга морфлинг сезарел вейформ есть превращается в тузка отправляется сам сноубол новой форме пытается улететь параллельно атаковали же гернаут убить его не получилось он уходит на топе блэдфюри просто нажал и скрылся и это кстати говоря было х слом если что вдруг х сломы форма и на форме нечего даже пушить можно было бы омнислэш сжарить но сэвэш что-то побоялся видит дк но в дк омнислэш давать нет особого смысла он 2 200 хп у него брони очень много еще и алибарда там весы будут права вот этого гаврика можно вот наш пассажир накоплен сюда гаврицеваш продолжает фармить крипов так ну снова пытаются атаковать но личь песчаника без способности да его убьют ставится в лоп реплика появляется иллюзия дк ничего такого диджи тут пытался зайти в спину но шейкера убить будет тяжелее чем того же кипер взял это с медальоном и панчем эмбер фармит уже в снизу спирит веслом с пт джиггернаут оформливает яшу что по команде тс новенького алибарда у драгонайта готова морфлинг с пушкой но пока пушка просто для фарма армал не пытается кого-либо убивать по факту единственная такая цель прям которую можно убивать и не замечать это лич реально нажал пушку адептифа и пошел дальше остальные герои дарксир плотноват у него мека плюс куртка на маг резист у джиггернаута фьюри у эмбер спирита флеймгард четвертого уровня туск может там сноубол как-то спрятаться если будет возможность да и хп у него не так уж то и мало поэтому да лич это самый такой сочный сочный факт ну понятно что в суматохе там в тимфайте может получиться так что у эмбера будет мало хп у дарксира будет мало хп у туска не будет возможности спрятаться в сноубол там джиггернаут не будет в лейфьюри пока вот забирают лича да действительно без проблем армал под флеймгардом превратившись в эмбер спирита отступает сейчас слушай на самом деле может быть и туском получится туску убивают да нормально он был отрезан франтики просто казалось что сейчас нападут они на самом деле были рядом но у меня слэша нет волов реплики нет там по таймеру еще 15 секунд конечно здесь драться было нельзя эмбер 0 зарядов надо где-то спирит весла опять же котла какого-то с джиггернаутом убивать либо что-то подобное делать урон у драгонайта на 15 появляется им клоу али барда ну нормально даже драгонайт сейчас по урону может носить хотя конечно здесь гэби это больше танк инициатор дизейблер и все вот в этом роде про урон может быть попозже мы говорим серьезный против того же джиггернаута и драксира али барда просто не знаю немножко странный артефакт если честно как мне кажется ладно бы ты играл против урсы да там против о д против сларка кстати али барда тоже очень крутой предмет но вот джиггернаут эмбер спирит ну как-то ну не знаю вот можно же было с мидасом на 6 минуте таких крутых предметов взять какой-нибудь шб-армлет шб-армлет бкб там и фарма тебя ускоряется и килл потенциал появится может там соло в шадоу-блэде как-нибудь забежать на какого-нибудь плеча тычка стан там огонь все это лич умирает он будет бояться бегать по карте а можно какого-то подсетапить чубрика там например с шейкером через тоже стан и фиссуру и тотемы вдвоем на одного напасть как-то подразмять очень сильно вот но вот эта вот али барда она такая да дк сейчас супер жирный супер плотный но превратится ли он в кэри вот в чем вопрос на предыдущей карте гэби играл на марсе который тоже исполнял немножко похожую роль он не мог купить дизолятор потому что армал купил дизолятор на темп ларке из-за этого дпс от него именно физического было не так много он там весь урон наносил в основном арены и тем что дизейблил соперника этой арены и помогал как раз армалу этот дамаг наносить здесь видимо ситуация аналогичная у армала хороший фарм есть пушка есть потенциал даже купить аганим как ты верно отмечал да вот собрали эмбер спирита очень легко быстро за это засмотрелся слушай но ты все правильно вроде говоришь а не думаешь ли ты что морф просто может в соло игру выиграть и урона может они все остальные герои на утра гайна это просто будут прорваться там станк будет просто невероятно не спорю может может конечно может просто скорее всего в этом идея что просто армал будут соло убивать все вполне вероятно может же такое быть что а вдруг возьмет и не сможет как бы работать можно все что угодно тогда тогда ладно как бы нечего тебе ответить из принесли за из погони идет не сможет форс анали аналий аналийска конечно на уровне да вы вы пример ну я примера пытаюсь принять стратегии тэнси но и мне ясно что сейчас блик бкб будет могу сказать почему мне это не нравится потому что на основе там грубо говоря там 100 150 игр которые вот идут по похожему сценарию я наверное больше все-таки игр проигрываю и мне где-то там на подсознании кажется что но это не самое хорошее решение атака на кейпи это худшая цель ну вливая порядочник странно что ультимейте нажал кейпи пораньше немножко тут понятно было что его будут покусить и уйти тяжело вело вис защитный врывается армал опа трейндроп стики поживет лич где на штанг драган на проблемы spirit vessel работает это подожди ты ведь что в форм через секунду на морф уйдем а там че что ли были у него каже вроде было но иллюзия посмотрите что иллюзия морф линга делает айтси сайт просто добивает киперов зелайта иллюзия 272 урона очень было больно так-так-так-так ну морфор ну слушай ну тут морф конечно прыгал интересно знаю что не готовы уже давным-давно ладно тут этот троллинг не уместен с моей стороны совершенно потому что тинтит не были готовы к тимфайту совершенно они были без формы дк и поэтому как бы драться они тут что-то попытались там как-то скиллы покидать но их как бы приняли и наказали за такую дерзость поэтому такая драка немножко неполноценная получается но я все равно от своих слов не отказываюсь мне кажется что это не очень хорошо да как кстати довольно серьезный на товар с бкб он почти выфармил 17 уровень вот он кстати доберет бкб потом хочет блин видимо с урона а тут вообще что-то бафы то нет по урону его тут ничего не бафает видимо будет видимо этого да это не про урон это блинк бкб керасма что-то такое это это не про урон гэби здесь не будет бить не но будут конечно там с личом с туском справляться но с джиггернаутом ясное дело нет джиггернаут ну кстати классно сэнджин яша и сатаник дальше будет вот как раз всякие вот эти станы эхо слэм и все вот эти вот талибарда они очень плохо будет будут работать против такого джиггернаута а на эймбер спиритов все дебафы подобные повесить будет очень проблематично он юркий там может вестами работать издалека туск приобретает блин отличный предмет чтобы спасать от какого-нибудь эхо слэма на самом деле если шейкер ворвался с кастовалах ослэма ты потом на туске опана врываешься сноубол всех прячешь и шейкер продолжить не может новые предметы 25 минута пора бы повыбивать там какой-нибудь вот кстати на джиггернауте еще титан выбить кусок титана вот этого и представляешь какой дикой у него будет стат резист у него сейчас пока что двадцать пять процентов до солнечный яши хотим вводить стоп 0 процент стоп-стоп-стоп не подожди не был 20 процентов статус резист почему у него написано 0 не никак я все правильно пишу 20 процентов у кого морфлинга у джиггернаута у джиггернаута наведи 20 процентов написано а у меня 0 написано а вот резист ну типа да я вот я навожу на джиггера смотрю магическое сопротивление 25 физическое сопротивление 59 статус резист ноль процент ну я не знаю какой-то визуальный наверно выбили repair kit ну да понятно что не 20 процентов должно быть нюх 20 процентов дает наверное это визуальный баг как тогда что там bloodstone вроде как не работает я помню там что он ванна bloodstone не работал это может быть там был но люди в чате тогда писали на трансляции что это возможно визуальный баг что как бы просто он показывает что типа регена не ай больно показывает что регена нет а на самом деле как бы полоска там она заполняется нормально здесь может похожая ситуация что-то пробоговалась у меня джиггернаут с аегисом под килингвардом пытается пробить пока т2 вышку делает это не шибко быстро подрубается защита то фнатики могут драться у них все есть dd у эмбера есть можно драку сейчас провести шейкер правда с блингдайгером есть вакуум хорошего лапре публика есть там по джиггернаута пытается очень быстро убить джиггернаута ладно не ухо джиггернаут живет живет и контратаковать убивает шейкера касаем так он не дал филла висп уничтожен фнатики без потери и это 2 заберут насчет хайграунда не думаю надо отходить смысл здесь оставаться ребятам без стенки конечно ты не станешь тогда стенка очень хорошая была дарксера он там создал иллюзию андерлорда иллюзия андерлорда подрезала кучу урона так вот это что за пассажир на дк это на штанг но там он не слышь кажется гармонись уже он не слышь больно опять кипер of the light получает на себя практически весь фокус лич хелен вард работает и не убьют его джиггернаута пытается выпить а и эггис хотя бы есть блэйдфюрия еще один удар по башне делает пытается просто уйти и уходит там грифсы там спирит весел там столько регена это без варда даже казалось бы хорошо урон посчитали свой фнатик четко все сделали красиво напали но чувствуется чувствуется что джиггернаута немножечко не хватну то есть дк ему тяжело пробить морф на перекачке тоже тяжело пробивается и о о титан выпал ты там если чё это маякни когда переложит его сколько у него будет сейчас ему сатаник еще долетит вот сейчас у меня показывается 16 процент а с сатаником 41 и 2 так или больше 53 процента у меня 41 и 2 форсаж форсаж не души все хватит я тебе буду сообщать мы кстати мы так заговорились а коэффициент от наших друзей-то из париматч надо посмотреть 3 30 на tnc 1 30 на фнатик но фнатики долгое время проигрывали если графики открыть вот до 23 минуты 3 1 1000 2000 преимущество было и потом несколько драк где ничего особо тениси не могли делать вот эта драка на рошане и преимущество растет но медленно медленно 5000 это еще играема морф себя не раскрыл несмотря на счет 611 я думаю что тут еще себя можно показывать показывать пока я релала уже мало кого удивишь конечно хороший артефакт дает много очень урона но одним материалом тут уже сыт не будешь надо уже какие-то там ибо кбшки приобретать и урон руками какой-то и вот проблема то в том что купишь скади бабочку а там иллюзия андерлорда и почти все твои статы будут слиты котл где-то тут загулял пытался аванпост что переконтролить его наказали в бот смотри в бот-вот-вот бегут дефать на тик бегут свой аванпост кипи выходят начинает переагривать стенка что по стенке андерлорд тут же ультует понимать что пахнет жареном может вытянуть как-то отменяет андерлорд дарквив разворачивается крайне мне кажется неприятное для тинси сражение сейчас и тут прибегает рипер армал пытается уйти из драки есть у него манта минус пол лица у морфлинга нажимает манту пытается эмбера убить эмбера убивает то 11 вот это поворот омни слэш драгонай телепорт вот тебе и танк пожалуйста танковал что ты смеешься отличная драка отличная драка хорошая драка я не спорю там еще видишь не повезло что шейкера не добили ну фнатик в принципе понятно что не пытались сделать то есть они просто сохранили аван пост не дали сопернику на 30 минуте лутануть экспы счетом того что они потеряли только эмбера ну ну такое как бы тут не сказать что прям однозначно тинси прям супер круто все сделали для них невероятно хороший тимфайт потому что мы не рассчитываем на то что бкб было потрачено драгон на этом он стал типа немножечко послабее на секунду бкб у него стало меньше девять секунд плюс там каких-то саппортов поубивали и джаггернаут пережил эту драку не пережила эмбернул да ладно типа ничего страшного него и так принципе пока бы есть сейчас пока бы приобретет 20 процентов кулдаун редакшн берет драгонайт интересно это для чего для формы или для стана такой 20 процентов но если появится 25 таланта конечно на 5 секунд с кулдауном в 7 до 25 25 уровень киты и попадает тинси очень приятно может быть и тому же кипер в золайту и смысл взять себе там реген по транквилами прям очень хороший даже а кстати да сенс ринг тоже не знаю мне кажется что поинтереснее даже будет 20 ген ну ладно пока оставляет себе вот этот предмет тройка команды тинси 6000 перевес джаггернаут марки кинг бар скоро появится туск был кинг бар на подходе только прокликалась и увидел что он хочет купить он хочет купить рефрешер чтобы две стенки поставить чтобы было две иллюзии интересное решение дабл дэмэдж в боте гиджи кстати тоже в такого может плюс-минус полноценного дпс игрока превратиться даггер бкб то есть него есть сейчас все для того чтобы спасать свою команду ну а дальше можно сосредоточиться на каких-нибудь артефактах которые урона могут давать и он шелдэмэдж берет дарксир тоже очень приятный талант дарксир мне кажется очень серьезно бафнули когда сделали ему увеличенный радиус на щиты как талант на 10 уровне то есть у него были абсолютно юзлисные таланты на 10 уровне это там плюс урон пусть и неплохой и очень-очень маленький и вейджин там помню 12 процентов или 8 я уже не особо помню а и вы же на него осталось 12 процентов стяжка стилка ой хорошо но нужна поддержка команда далековато врывает и диджи панч гипервзлайд ставит ультимейт но в общем-то в никуда здесь героев особо не будет андерлорда тянули под иллюзии андерлорда кипи не уходит жесть да тут конечно классный выбрал момент вроде как команда была далека но тимси сами хотели сделать пиков убрать там какого-то дарксира и пойти на рошана но не тут то было дарксир мы видим полезный классный дарксир ну да когда у тебя остальные линии ну когда в мид гейме ты по читами нормально подрался и слишком сильной линии не проиграл то в целом получается что работать можно с таким дарксиром аегис для джаггернаута он естественно будет бить имея аегис и satanic огромный статус резистанс именно он будет атаковать high ground в команде фнатик в таком пике эмбер спирит хочет аганим себе приобрести сыр у эмбер спирита его бы конечно вместо стиков каких-то переложить там на всякий случай пока стенки нет наверное особо лезть не следует айс айс айсу и команде стенку надо дождаться ну а тнс просто халдят на хай граунде ждут ждут дк хочет себе аганим вроде хорош тоже артефакт насколько я слышал на драгон найте дальше сатаник вот что приятно драгон на эту сатаник даст какой-никакой урон хотя бы хотя бы ну минимум просто на других героях на которых сатаники берутся ну урон там очень маленький там всего лишь 25 единиц ты берешь там на террор блейде на каком-то да там на пл нас там не знаю на сларке на войде это все агильщики им сатаник дает очень мало дэмэджа а силовику сатаник даст еще 25 силы что также конвертируется в урон поскольку силы это основной атрибу драгон найта он получит 50 урон в два раза больше сатаника это уже ну хоть что-то блин собственно правда опять-таки это урон статовый и этот статовый урон будет резаться аура эндерлорда которую айс 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 все-таки попался здесь задизыблили очень жестко сначала на него лезли слоу граунда на хайграунд где он поставил стенку всех убил теперь наоборот он слоу граунда на хайграунд заходит это рандомный набор букв чат прислал стан выпадает еще дополнительный статус резистанс морф решил себе кажется взять его хотят поймать гэби но гэби довольно плотно его без его без манки кинг бара порезать трудно или без рапиры без какой-то джаггернаут пока концентрируется на таких дефолтных артефактах с энджинд яша там бабочка сатаник обыкновенные дефолтные предметы для джаггера но возможности пробивать алебарду и о возможности пробивать потенциальную бабочку морфлинга он пока не думает он а морфлинг кстати берет аганим во это по-моему правильно вот вместо того чтобы купить бабочку какую-то на статы или скаде на статы и бить руками и еще больше урона давать эхо слэна эмбера врывает сразу же морфлинг есть много контроля четко рутом сыграна хороший эхо слэм хорошую позицию заняли отсюда вообще по тиньси не уходили знаешь они тут как дарксира забрали там полторы минуты назад так тут и тусовались сейчас еще у диджи может быть небольшие нет диджи все-таки тут успели забрать шейкера прежде чем под дал какие-то скиллы в ответ в итоге все равно хорошо эмбера не будет больше минуты 21 уровень шейкер умер умер ничего страшного нет 11 тысяч перевес андерлорд очень сильно просел по экономике 10 тысяч 900 у него вот он купил юл давным-давно 2 500 в итоге в кармане носят возможно даже сейчас байбэк будут оставлять кипи понимая насколько он важен на отпуше атака на марча диджей давненько я не видел таких тусков реально убить они просто саппаратов да убить туск 621 это тебе 0 7 финале это как говорил чего себе ты вспомнил правда это был не финал это почему-то от сал так сказал забавно ну ладно алибарда на джиггернауте но все-таки пробивается очень жестко сейчас т3 вышка даже под реперкитом джиггернаута почти 25 уровень появляется аганим реперкит вешается на рейнжовый барак а не жалко реперкит на рейнжовый барак трассис ну ладно он типа зарегенится в конце концов он так и не регенится так-то реген идет какой-никакой понимаешь все все логично так келенварда нет пошла фиссура есть врыв посмотрите как глубоко врывает и диджей нажимаем там глимир кей пашк но вол диджей немножко по-моему заиграл слишком больно бьют башни есть чины омни слэш полетел по драганаю ту гейби нажимают и blacking bar в итоге урон распределяется подошел underlord очень вовремя но линия то не падает еще одни кита активированы на миличную казарму активируем виллу висп стенки нет просто 10 я вижу что ее нет а где он ее воткнул ладно там вроде фраги идут шейкера с котлом забрали продолжает работать дк в своей форме продолжает работать морф подрубает бкб превращается в эмбер спирита дает хисты savage активирует blade fury на 25 уровня взял талант на длительность темный слэша что крайне нестандартно для джиггернаута обычно берут на хп подрубает сатаник дает одну тычку припадает вторую третью откиливается полностью под реперкитом так стяжка пошла иди заканчивается оборвался джи нужен шейкер саха слэмом здесь шейкер сейчас подойдет это получится джиггернаут обзорвать джиггернаут был эфире пошла фисора слишком флаз на underlord а также потеряли пытаются убить хотя бы дидже дидже сноуболт а может быть и блинку увидим сейчас и далеко не факт что получится убить 10 туска блинк появляется успеет ли нет не успевает получает чины вот она хлеблика вакуум еще одна стеночка пошла очень много иллюзий мощнейших того же морфлинга начинают они грызть потихонечку и т3 на центре казарма до сих пор стоит что самое удивительное но вот сюда подойти опасно подойти две стеночки так форма у дк закончилась сейчас появится новая у него талант на кдр был но сэвэдж отсюда не собирается уходить гейби брейв стана джиггернаута щита 3 сейчас сразу же повесили алебарду момент станут странно получилось на самом деле какой вакуум сколько иллюзий сейчас появится и можно просто резать казармы драгона этой иллюзии самое главное из кипер взлайд не так страшно в итоге падает линия и это похоже не конец тинси гейби прячется в итоге пока в лесу драка длина жизнь и мс есть фиссура эхо слэм от шейкера урона то его не хватает армал пытается убежать ресурсов практически не осталось гейби врывается один против всех гейби кстати говоря не будет выкуп у него его не будет долго если вдруг он умрет улита от гейби все-таки аганим то есть врывается морфлинг и снова не убивает лича уже я уже вижу раз третий как врывается влеча улич остается хп 200 он выживает еще и контратакует надо выкупаться морфлингу иначе фанатики останутся здесь забирайте вторую третью линию то есть не знаю чего ждет армал галебарда могут отойти скорее после второй линии на 3 уже не лезть джиггернаут сомни слэшем правда это может быть проблемы морф врыв на эмбера эмбер больно 400 хп осталось пытается морфлинг уйти из драки превратился он сам в эмбера покупает джиггернаут себе прямо в драке башер доехал он и вторая линия падает шейкер появляется через 20 секунд какой же быстро какой же быстро этот узк рвается посмотрите почти практически под фонтан и добивает киперов злайта диджи конечно по моему айдерлэк спейз жесть какая-то диджи передопейсил дракона у меня слэш пошел все вместе гэби больно гэби и спит в ответ от андерлорда гэби на развороте врывается морфлинг пытается добить эмбера не получается там не было особо способностей и падает последняя третья линия и люди наконец-таки уничтожены дарксира но как защищаться хелин вард армал активирует джиггернаута опа ой-ой-ой-ой было опасно конечно да прокнул и правда баш остается последняя казарма фанатике так неохотно один сэвэдж остается продолжает драться нажимает сатаник немножко отъедается фиссура вакуум в ответ морфлинга может быть получится убить морфлинг на самом деле фанатике никого здесь убивать и не планирует они просто пушат кипи умер от диджея снова и опять врыв наличие жевая ладно ну опять вот ну зато танкуем чё зато танкуем нормально что протанковываем бараки правда упали все последняя казарма падает мега крипы для команды фнатик тинси отправляется на базу эхо слэма шейкер эхо слэм урона хороший урона нет ставится пит хороший но урона нет джиггернаут бьет 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 потихонечку откидается и команда тинси сдается фанатике продолжает свою серию без поражений в матчах становится у них счет группе 6-0 они в общем-то уже и так проходили без проблем в клей-офф но похоже теперь с большой вероятностью пройдут с первого места получается что так но я могу сказать что дарксир с его стенкой очень много работы выполнял изначально казалось что вот тут типа иллюзия дк мощная вот тут иллюзия морфа тоже мощная должна быть но в итоге то что в итоге айсайсайз делает иллюзию андерлорда и она аурой нас только много урона срезаешь а у дк и так урона никакого нет так он еще и под аурой андерлорда вот в этой вот с иллюзией там у него просто там какие-то копейки там 60 или там 80 урона морф имея на руках 280 теряет где-то сотку там в одном моменте когда помнишь на дарксира нападали он там поставил стенку иллюзия андерлорда срезала где-то сотку урона у морфа в итоге получилось то что действительно дэмэджа не хватил то есть дизейбл в то у тнс вагон и маленькая тележка стан дк там станы шейкера ульт котла всякие вилловиспы вот эти вот там блондин лайты которые миссы дают яма андерлорда но сэвэдж набрал предметов на стат резистанс ему выпал еще титан у него там 50 с лишним процентов сопротивления всяким сопротивление контролю и как бы ему начихать потому что в случае чего он там блэйд фьюри нажмет от магического урона вернется надамажится сильно сатаник подрубит или хилинг вард поставит а вы его как бы ваншотнуть ну вот никак не можете не в состоянии и фнатик в итоге выходит победителями но надо сказать что это серия была очень интересной по сравнению с теми сериями которые мы смотрели вообще на протяжении сколько мы две недели комментируем этот 10 сегодня денег 10 10 у меня такое ощущение как будто я уже 10 тысяч лет как говорил или дан томился во тьме и вот комментировал юго-восточную азию но это реально вот первая такая очень годная и рекомендуемая наверное даже мною просмотру игра в этом легионе вот вы на этом турнире в этой лиге круто получилось ну что у нас ждет еще на самом деле один матч наверно менее зрелищный но менее с именитыми командами но он может тоже получиться на самом деле зрелище там карте реалити рифт против команды cr cr это коллектив который терпит пока у них там не должно быть большого количества побед если я правильно помню 5 поражений ноль побед но при этом эта команда с такими именитыми игроками когда-то как муж ее ахайо если что так что оставайтесь на трансляции да посмотрим за этими командами да и перерыв скорее все будет где-то минуток 20 ну может кстати чуть поменьше посмотрим Продолжение следует...